Тысячи в церквях никогда не выходили за пределы четырех стен церковного здания. Потому что иногда одна из причин заключается в том, что они думали, что церковное здание — это и есть церковь. А это не так. Церковь — это люди. Мы — это церковь. Теперь, мы используем это выражение, «Я иду в церковь», но вы идете на церковное собрание. Вы — это церковь. Всякий раз, куда бы вы ни шли, церковь идет. Окей? Теперь. Итак, иногда, когда приходят, скажем, в эти четыре стены, и когда они приходят сюда, они поступают по-другому. Имеется в виду что? Они оставляют сигареты за пределами здания, какие-то вредные привычки, с которыми они жили за пределами здания. Они приходят и думают, что вот теперь они по-настоящему религиозны. Теперь, иногда они даже отыскивают место, где скрыться. Когда я говорю «скрыться», я имею в виду, это место, где можно убежать от ответственности. И вы находите, когда вы оказываетесь здесь, что Бог хочет разобраться с чем-то, с чем необходимо разобраться в вашей жизни. Скажите «Амен» на это. Я имею в виду, если, если, если вы обнаруживаете, что вам нужно разобраться с каким-то грехом, тогда он сделает так, что вам придется с этим разобраться. Продолжайте. Видите, это не место, где можно избежать ответственности. Это не место, где говорят «Хорошо, я новое творение, мне нужно мое обеспечение, которое положено ребенку». Да, Бог с этим разберется. Поняли, что я говорю? И некоторые люди не говорят этого, потому что знают, что у них есть ответственность. Теперь. Также люди иногда приходят в церковь, чтобы побыть в безопасности. Люди имеют тенденцию зимовать или пребывать в спячке за четырьмя стенами. Я только говорю, что это вовсе не для того. Церковь — это не четыре стены. Это то место, где у нас проходят собрания, и мы хотим поддерживать это место в соответствующей атмосфере. Но это вы. У вас здесь церковь. Вы можете убрать виски, и церковь будет в баре. Давайте же. Следите ли вы за тем, что я говорю? Я хочу, чтобы вы поняли. У них церкви были в домах, и так далее, и тому подобное. Церковь может быть вне стен. Я помню, однажды был на Гавайях, и моя жена говорит, «Где же здесь церковная служба?» Мы нашли одну, и она проводила служение на улице. Я старался найти здание. Я спросил, «Где же вы встречаетесь?» Это? Это вот прямо здесь. И это церковь. Теперь, когда я говорю «находятся в спячке» и о безопасности, и о людях, которые ищут безопасности, и они находятся в спячке, я смотрю на слово «зимовать», потому что я хочу, чтобы вы поняли, что слово «зимовать» означает «проводить зиму в закрытом жилище, в сонном состоянии». Проводить зиму в закрытом помещении, в сонном состоянии. «Сонный» означает «неактивный». Итак, давайте посмотрим на медведя. Медведь зимует. И что происходит? Медведь уходит в некое место на зиму, и тот медведь приходит в то место, то когда они зимуют, это подобно, весь их метаболизм, процессы в теле, они замедляются до такой степени, что едва функционируют. И это им помогает не нуждаться в воде и так далее. Они просто зимуют. Следите ли вы за тем, что я говорю? Теперь я просто говорю, что когда люди приходят в церковь, они просто зимуют. Поймите, они церковь. Давайте посмотрим, что говорится об этом слове «зимовать» в другом словаре. Здесь говорится другое значение «отступить или быть в изоляции». «Отступить или быть в изоляции». Теперь, это не совсем то, чего Бог хочет от нас. Видите? Он не хочет, чтобы мы зимовали. Он не хочет, чтобы мы приходили в место, которое питает только наше чувство безопасности. Он не хочет, чтобы мы убегали от ответственности. Он не хочет, чтобы мы прятались от общественности. Оставайтесь со мной сейчас. Хорошо. Давайте обратимся к Евангелию от Иоанна. Евангелие от Иоанна, глава 17. Пожалуйста. Иоанна, глава 17. Видите, я рад, что научился служению и примирению по-другому. Я не научился этому в церкви. Я имею в виду, церковь была там, но я всегда чувствовал, что был призван служить на улицах. И это? Это где мы служили в течение трех лет. На улицах, на тротуарах. Моя жена и я, она играла на гитаре, а я проповедовал. И мы видели исцеленных людей, спасенных, и так далее. Со временем у нас появились здания, и мы больше стали проводить времени внутри. Но говорю, тогда я проповедовал больше вовне. Сначала я проповедовал суждения, но Бог коснулся меня и пробудил меня, и так далее. Посмотрите, что говорится в Иоанна, глава 17, стих 15. 15. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы ты сохранил их от зла. Кто это говорит? Иисус. Как вы знаете, что это Иисус? Здесь так написано. Он говорит, «Сохрани их от зла». В одном переводе говорится, «Не забирай их из мира». Господь, не забирай их из мира. Видите, есть много людей, которые говорят, «Я хочу бросить эту работу, они на меня так много косятся, я хочу прийти и работать в церкви». Нет, нет, подождите минуточку. Позвольте мне прочитать это снова. Отец, я молю, чтобы ты не забирал их из мира. Вам нужно услышать это? Смотрите, потому что вы служитель примирения. Чтобы они вернулись обратно к Богу, надо, чтобы вы были там. Смотрите, что говорится в стихе 16. «Они не от мира, как и я не от мира». Итак, он дает вам знать, что вы не от мира. Вы в нем, но что? Не от мира. Стих 17. «Освяти их истинною твоей». Слово твое есть истина. «Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». Итак, мы посланы в мир. Вот куда мы идем. Итак, что мы говорим? У нас должно быть правильное понимание мира. И чтобы у нас было правильное понимание о мире, у нас должно быть правильное понимание о самих себе. Давайте обратимся к Евангелию от Иоанна, пожалуйста. Глава 9. Иоанна, глава 9. Дайте мне знать, открыли ли вы Иоанна, главу 9? Стих 1. «И когда Иисус проходил мимо, Он увидел человека, который был слеп от рождения. И ученики спросили Его, Рави, кто согрешил? Он или родители Его? Что Он родился слепым?» Теперь обратите внимание, что они стараются выяснить. Слушайте. Хорошо? Учитель, кто сделал? Что? Согрешил. Итак, в их уме они фокусировались на том, где же Он потерял. Они хотели узнать, кто же согрешил. Поняли, что я говорю? Я говорю, что у нас есть тенденция служить из нашего собственного сердца. Я имею в виду, что когда мы осуждаем себя, у нас есть тенденция найти вину в ком-то другом. Скажите «Амен» на это. Смотрите, Бог не осуждает. Он не смотрит на вас так, как смотрите вы на себя. Понимаете? Он видит вас таким образом. Он видит вас исцеленным. Он видит вас с совершенным здоровьем. Он видит вас таким-то и таким-то. Так Бог видит нас. И Он служит нам таким образом. Бог видит вас богатым. Скажите «Амен» на это. Бог видит вас победителем. Он видит вас преуспевающим бизнесменом. Он видит вас... Да! Он видит вас миллиардером. Здесь вам... Здесь вам нужно аплодировать. Слава Господу! Теперь, посмотрите на эту сцену. Каков ответ Иисуса? Иисус ответил. Не согрешил. Ни он, ни родители его. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Мне должно делать дела пославшего меня. Доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире. Я свет миру. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепого. И сказал ему, «Пойди умойся в купальне Сейлаам, что значит посланный». Он пошел и умылся. И что произошло с его зрением? Зрение его восстановилось. Восстановление зрения — это работа Бога, не слепота. Слепота — это не работа Бога. Восстановление зрения — вот что работа Божья. Поняли? Враг пользуется тем, что человечество потеряло Бога. Они потеряли Бога. Они не приняли благословение Божье. И из-за этого они находятся в таком месте, где враг контролирует их. И следующее, что происходит, вы знаете, они страдают наказаниями за это. Но Бог находится в деле исцеления. Бог находится в деле восстановления. Бог находится в деле восстановления. Скажите «Амэн» на это. Иоанна 3 глава, пожалуйста. Иоанна 3 глава. «Амэн»? «Вы со мной?» «Амэн»? «Следуйте за мной. Не слишком близко за мной, потому что я делаю, делаю некоторые радикальные заявления здесь. Слава Господу! Дайте мне знать, нашли вы ли это место. Иоанна 3 глава. Посмотрите на стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Итак, прямо здесь. Кого возлюбил Бог? Он возлюбил мир. Теперь, обратите внимание, что делали религиозные люди. Они удерживали Евангелие от того, чтобы давать Его миру. Они старались удержать мир от того, чтобы тот пришел в завет с Богом. Итак, позвольте сказать, это не из-за женщин, это из-за нас. И нам нужно исправлять положение. Итак, Иисус объявляет, что Бог так возлюбил кого? Мир. Теперь, давайте перейдем к стиху 17. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, потому что... но чтобы мир через Него был спасен». Итак, Он не послал нас, чтобы осудить мир, потому что они уже осуждены. Откуда я это знаю? Стих 18. «Верующий в Меня не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал, во имя Единородного Сына Божьего». Итак, люди, которые не знают Иисуса, уже осуждены. Поэтому нам не нужно как-то обращать внимание на грехи в их жизни. Первое, на что нам нужно обращать их внимание, это как они могут быть спасены. Поймите, иногда, чтобы привести людей ко Христу, Бог использует укор. И Он укоряет, чтобы люди пришли ко Христу. Но для большинства Бог приносит хорошую новость, чтобы люди могли услышать что-то, чтобы они могли поверить, прийти и спастись. Скажите «Амэн» на это. Видите, если вы не знаете Христа, если вы не знаете Иисуса, тогда дьявол руководит в вашей жизни. «Я сам управляю моей жизнью, это моя жизнь». Так много чего вы не знаете. Вы действительно обмануты. Если вы не знаете Христа, дьявол работает в вашей жизни. Дьявол совершает свою работу в вашей жизни. Может, кто-то молится за вас, освобождая вас от некоторых вещей. Но в большинстве дьявол контролирует ваш разум. И что вам нужно сделать, это уйти с того берега. Итак, моя мысль. Когда вы приходите к людям, и вы, вы служите им, помните, что без Христа они не двигаются к истине. Они не могут знать правды. Эти вещи не... Они не знают, как из этого выбраться. И будучи обманутыми, они не знают, что они обмануты. Ева не ела за пределами дома Адама, потому что она, я, я говорю, почему я здесь, я хотела бы поступить с ним, как он поступил со мной. Я должна съесть этот плод. Она не сделала этого ни по какой другой причине, кроме того, что она была обманута. Она думала, что помогает, поступая так. Но это... Это закончилось тем, что она была обманута. Теперь моя мысль вот какая. Сколько людей обмануты, думая, что они поступают правильно, но они делают неверные вещи? Теперь мы можем лучше это понять, обратившись к книге Галатам. Откроем послание Галатам. И давайте обратимся к Галатам, главе первой, пожалуйста. Галатам, глава первая. Теперь, некоторые люди, которые приходят сюда, они не хотят правды. Они не хотят ее. Потому что они... Они хотят обвинить кого-то. Продолжайте. Они хотят иметь извинения за свои неудачи. И они не хотят улучшать свою жизнь. Вы знаете, у вас может быть рана, или что-то вроде того, где-то на ноге, и вы идете к доктору. И одна из первых вещей, которые доктор делает, он вскрывает рану. Слышали вы этот термин ранее? Доктор делает это, потому что есть бактерии и другие вещи, которые нельзя закрывать. И Бог имеет тенденцию проводить такие хирургические вмешательства в нас. И Он внедряется и выкапывает некоторые вещи из нас. Потому что если Он закроет это, это принесет инфекцию в наше тело. И так, что Он делает? Он откапывает такие вещи. Дает нам новое сердце и новый разум. И так, что нам делать? Просто. Просто обозритесь и позвольте Богу делать то, что Он хочет делать. Скажите «Амэн». Теперь посмотрим, что говорится в книге Галатам, главе 1. Павел, апостол, избранный не человеками и не через человека, но и Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых. Теперь обратите внимание на то, что Павел делает здесь. Павел говорит, что он апостол, избранный не человеками. Никакой человек, никакой человек не сказал ему, что он апостол. Бог это ему сказал. И поймите вот что, и ему это было достаточно. И так, я говорю вам, что вы должны объявлять действительным, кто вы во Христе, между вами и Богом. Если вы все время ищете, чтобы люди подтверждали это, продолжайте, помогите мне сейчас. И затем, что происходит? Люди, если люди вам сказали одно, то затем они могут сказать что-то другое. Правильно? Я не говорю, что у вас нет корней, у вас нет власти, но я говорю, в основном перед тем, когда вы выходите туда, вам нужно иметь правильную оценку себя, кто вы есть. Потому что, если вы не знаете, кто вы, то найдется там какой-то насмешник, который надует вас, и скажет вам что-то, и вы будете озадачены. О, это я? Да. А, неужели? Я? Да. Думал. Мой пастор сказал. Я не. У меня этого нет. И вы проходите через это все, потому что вы никогда не знали, в чем же истина. Вы, вы что-то вроде маленького в собственных глазах. Вы должны рассуждать над тем, кто вы на самом деле. И вы должны быть утверждены в том, что все, что Бог говорит о том, кто вы есть, вы и есть. И что Он сказал о том, что вы можете сделать? Вы можете сделать. Скажите «Амэн» на это. Хорошо? Давайте посмотрим в следующее место. Стих 11. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовестую, не есть человеческое. Я не принял его от человеков, но через откровение Иисуса Христа». Теперь, что Павел пришел делать? Павел пришел, и его миссия заключалась в том, чтобы нести Евангелие язычникам. Не закрывайте это место, и давайте посмотрим Ефесянам, пожалуйста. Ефесянам, глава 2. Дайте мне знать, если вы открыли это место. Ефесянам, 2 глава. Вы нашли? В Ефесянам, главе 2, посмотрите, что здесь говорится в стихе 7. «Дабы явить в грядущих веках преиздобильное богатство благости своей в благости к нам во Христе Иисусе, ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы его, что? Творение. Созданное где? Во Христе Иисусе. Для чего? На добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Смотрите на следующее. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершенными руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды, и были безбожники в мире. Итак, о ком Павел говорит? О нас. Он говорит о язычниках. Мы не имели завета, были чужды заветов обетования, без какой-либо надежды, и безбожники в мире. Он был послан таким людям. Мы поклонялись Богу Луны, картам Таро, занимались колдовством, воскуряли ложным богам. Продолжайте. Мы делали всякие непотребства, но Бог избрал Павла, чтобы принести нам откровение, чтобы мы могли быть приведены в Его семью и быть в завете с Ним. Теперь поймите, что Иисус сказал в книге Иоанна, главе 15. Он сказал, «Не вы меня избрали». Продолжайте. «Вы не избрали меня». «Вы даже не знали, кто я был». Он сказал, «Я избрал вас». Теперь вы пребывали во лжи. Вы говорили ложь друг другу и кем только ни были, а Он все же избрал вас. И избрал вас прямо в самом центре лжи. И затем... И затем привел вас и начал открывать истину. И внутрь к вам пришла жизнь. И вы сказали, «Я хочу быть спасенным». Вы пришли, произнесли молитву грешника, были крещены во имя Иисуса, и затем наполнены Духом Святым, и затем начали посещать занятия по основам веры. У вас появился голод по Богу. И теперь вы говорите, «Я хочу больше Бога». Видите? Теперь Он не хочет просто отправить вас сюда, потому что теперь Он избрал вас, потому что та группа, которую Он выбрал сначала, не пошла, потому что они даже не приняли Иисуса как Божьего Сына. Но вы познали Его как Божьего Сына. И Он сказал, «Я призвал и собираюсь использовать вас». Я знаю, они... Слушайте, не думайте, что вы лучше евреев, потому что евреи взяли Писание, Тору, и несли Ее через века. И несли Ее через века. Между прочим, то, что есть у вас, имеет основанием их основания. Продолжайте. Но теперь Я избран. Скажите, Я избран. Я избран, чтобы идти туда и рассказывать всем, что Иисус жив, что Он Сын живого Бога. Он Царь царей. Видите, о чем здесь говорится в книге Диане, 9 глава, стих 1. А Саул же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику. Итак, Павел думал, что он на верном пути, и выбросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет по следующим всему учению, имея в виду любого человека, любого верующего в Господа Иисуса, как Мессию, и мужчин, и женщин, чтобы Он мог связывать. Хочу, чтобы вы обратили внимание на это слово и приводить в Иерусалим. Ему было дано право связать и приводить их в Иерусалим. И когда Он шел и приближался к Дамаску, вдруг, Господь будет милостив, и вдруг осиял Его свет, продолжайте, с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий Ему, «Савл, Савл, что ты гонишь Меня?» И Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал Ему, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна». И Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал Ему, «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо делать». Итак, что же это было? Это была встреча. Чудо произошло. Кто-то молился за этого человека. Все мы оказались здесь из-за того, что кто-то молился. Кто-то молился. Бог не может двигаться на этой земле без чьей там молитвы, потому что земля предназначена для человечества. У человечества есть власть. Бог спрашивает вашего разрешения, чтобы Он мог делать свою работу на этой земле. Пожары и разрушения это результат другой причины, а не результат сеяния семени. Но чтобы Бог мог совершать что-то в деле спасения и всего остального в вашей жизни, Он не может так просто навязчиво действовать. У-у-у. Ему необходимы разрешения и участие. Скажите «Амен» на это. Я говорю о большом Боге. Не держите этого большого Бога вне вашей жизни. Как Он это делает? Ваша воля, ваша воля, это нечто, что Он не хочет принуждать силой. Поэтому я говорю, здесь, посмотрите на Павла. Павел был просто обманут, бросал христиан в тюрьму, но внезапно сошел свет. Один из переводов говорит, в этом месте Библии говорится, свет ярче, чем солнце в полдень. Итак, что это был за свет? Это было откровение. Это было откровение. Павел получил нечто прямо от Бога. Как Адам действовал в Удемском саду? Он действовал по откровению, но не по информации. Не по информации. Знание откровения, знание откровения, это знание, которое напрямую приходит от Бога прямо в ваш дух. Я хочу, чтобы вы поняли, что знание откровения Бог загружает. Он загружает. Это не приходит от ваших чувств. Он загружает это. И он может загрузить тысячелетнюю информацию за секунду. Вам нужно понять? Вам нужно понять меня теперь? Итак, здесь он вложил эту информацию в Павла. Это не пришло от людей. Это пришло напрямую от Бога. Он сказал то, что он хочет, чтобы Павел делал. Он принес это. Бог дает это в форме света. Ваши глаза, понимания просвещаются. О чем он здесь говорит? Он говорит о молитве. Я молюсь каждый день. Вы в Христианном первой главе. Потому что мне необходимо откровение. Я хочу откровение, чтобы оно приходило в мою жизнь. Каждый день. Я хочу загрузки. Я не хочу знать, чего вы хотите. Я хочу знать, что он хочет. Я хочу знать то, что он загрузит в меня. Вы со мной? О, Господь, будь милостив. Хорошо. Итак, давайте продолжим читать в Галатам первую главу, пожалуйста. Галатам первая глава. Вы нашли? Хорошо. Посмотрим, что здесь говорится в стихе 15. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодачу Своей открыть во мне Сына Своего...» Подчеркните, Сына во мне. Здесь не говорится, Сына для меня. Здесь не говорится, Сына около меня. Здесь говорится, Сына во мне. Чтобы я благовествовал его между кем? Варварами. Имеется в виду между язычниками. И я не стал советоваться с чем? С плотью и кровью. Теперь, что Павел делает? Он собирается здесь нарушить традиции, но он не собирается спрашивать свой ум, что его разум думает об этом. Он собирается делать только то, что Бог сказал ему в сердце делать. Поймите, что до того времени евреи считали язычников как собак, как недалеких, как необученных и так далее и тому подобное. Но что Павел собирался делать? Видите ли, он собирался сделать что-то другое, что касается работы Божьей. Потому что до этого времени Бог находился в Ковчеге Завета. Он находился за завесой, он был в синагоге, он был в палатке. Они контролировали, куда он пойдет. Это то, что происходило с еврейским народом в традиционном мышлении. Теперь, что Бог хочет делать? Он хочет выйти из того Ковчега, и он хочет идти в мир. Теперь, поймите, что-то, что я здесь говорю, это Божье изначальное намерение для нас, чтобы мы были в общении с Ним. Он хочет, чтобы мы жили с Ним на Его уровне. Это Его изначальное намерение в общении с Адамом. Теперь, из-за того, что человечество оказалось потерянным из-за грехопадения, Бог хочет вернуть их обратно. Но цель по-прежнему это общение. Поэтому Он старается вернуть нас обратно, где мы можем общаться на Его уровне. Теперь, это общение, из этого общения все и исходит. Все? Господь, будь милостив. Вы со мной? Из этого общения все исходит. Мое откровение от Бога это результат моего общения с Богом. Продолжайте теперь. Все. Ваше исцеление, ваш дом, ваше освобождение, все это может проявиться из вашего общения с Богом. Смотрите, многие люди ищут вещей, но не ищут того, кто создает вещи. И что нам нужно делать? Он возвращает нас обратно к себе. Теперь, я говорил о Боге, пребывающем в Ковчеге Завета. Теперь, тогда Бог у них находился где? Где пребывал Бог ранее? Бог пребывал в храме. Он был, Он был в кинии, в пустыне. Он был с Моисеем и с ними. Бог был в той палатке, в той скинии. Вот где был Бог. Это там Бог проявлялся. Окей? Теперь, моя мысль вот в чем. Он был в тех местах, но в Новом Завете Павел получил откровение. 1 Коринфянам, глава 3, стих 16. 1 Коринфянам, глава 3, стих 16. Хорошо? Посмотрите, о чем говорится здесь. Разве вы не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет где? В вас. Давайте обратимся к другому месту. Давайте обратимся ко 2 Коринфянам, глава 6. Пожалуйста. 2 Коринфянам, глава 6. Хорошо? И во 2 Коринфянам, 6 главе, посмотрим, что говорится здесь в стихе 16. Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы что? Храм. Кого? Бога живого. Как сказал Бог, я вселюсь в них и буду что? Ходить в них и буду их Богом. Продолжайте. И они будут моим народом. Обратите внимание, что мы делаем сейчас. Мы принимаем Бога из Ковчега Завета. Мы принимаем Бога. Смотрите, некоторые люди, они могут встретиться с Богом, приходя сюда. Вы можете встретить Бога повсюду. Вы можете его встретить в телефонной будке? Продолжайте. Вы можете встретиться с ним в туалете? Вы можете встретить его где-то на работе? Вы можете встретиться с ним где угодно, потому что он внутри вас. Видите? Он открылся Павлу, что он был внутри него. Обратимся к Колоссянам, пожалуйста. Колоссянам, главе 1. Это одно из величайших откровений, которые Павел получил. Я хочу, чтобы вы увидели Колоссянам, 1 глава, стих 27, 27, «Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для кого? Язычников, которая есть что? Христос, где? В вас. Продолжайте. Упование славы. Итак, где это? Он находится в вас, и он в вас, в личности Духа Святого. Теперь, что случилось? Враг хочет, чтобы мы удерживали Иисуса или Бога от общества. Вы можете спросить у людей, «Какого вы исповедания? Во что? Во что вы верите?» И они ответят, «О, это мое личное». Слышали такое? Это работа дьявола. Бог хочет, чтобы им делились со всеми. Теперь, моя мысль вот какая. Это то, что они делали. Вот где он был. Он был в том месте. Но в Новом Завете он выходит оттуда, и Иисус становится публичным. Обратимся к Евангелию от Иоанна, глава первая, пожалуйста. Иоанна, первая глава. Он начинает быть публичным. Врагу это не понравилось. Он старается найти кого-то, чтобы убить его. Амэн. Посмотрим, что говорится, и посмотрим на стих «Слава Богу». Где вы сейчас? Иоанна 1. Вначале было что? Слово. И слово было у кого? У Бога. Продолжайте. И слово было Бог. Итак, если у меня есть слово, то у меня есть кто? Если у меня есть Бог, то кто есть у меня? Слово. Перейдем к стиху 14. И слово, продолжайте, стало плотью. Продолжайте. И обитало среди нас. Теперь, слово стало плотью. Слово стало плотью. Слово стало плотью. Итак, Иисус, Библия говорит, Он, Он сказал, Бог был во Христе, примиряя мир с собой. Следите ли вы за тем, что я говорю? Поймите. Плоть приняла человеческую форму, и слово было в ней. Смотрите, Бог был в нем, примиряя с собой мир. Теперь, Иисус в вас, устраняя вражду с миром. Продолжайте. Хорошо, давайте обратимся еще к одному месту. Давайте обратимся к Евангелию от Иоанна. Иоанна, 14 глава, пожалуйста. Иоанна, 14 глава. Иоанна, глава 14. Дайте мне знать, когда найдете это место. Амин. Иоанна, 14 глава, стих 10. Разве ты не веришь, что я в отце, и отец во мне? Слова, которые я говорю вам, я говорю не от себя, но отец, что? Пребывающий во мне. Продолжайте. Итак, кто совершает работу? Отец творит дела. Итак, кто в вас? Отец в вас. Кто еще в вас? Иисус в вас. Поймите, Святой Дух приносит присутствие их в вас. И когда они в вас, они хотят совершать работу. Но что вам нужно делать? Вам нужно выйти, чтобы они могли совершать работу. Потому что им нужны ваше тело, ваши руки, ваши ноги, ваш рот, чтобы делать то, что они хотят делать. Скажите, амэн на это? Итак, откровение в том, что он во мне. Итак, что происходит? Когда, когда религия пришла, они возвращают слово обратно в книгу. Но Иисус сделал слово плотью, и Бог не хочет, чтобы слово возвращалось обратно в книгу. Он хочет, чтобы оно было в вашем сердце. Он хочет, чтобы вы... О, Господь, будь милостив, следуйте за мной. Он хочет проявиться, но Он хочет проявиться через вас. Итак, Он, это не вы будете исцелять больных, Он будет исцелять больных. Вы будете возлагать руки. Говорю вам, когда я был в Миннеаполисе, в первом Круссете, который у нас впервые когда-то был, и была одна леди, она вышла. Мне кажется, ее привел внук. Кто-то ее привел на служение. И у нее была ужасная проблема с кожей. Это вызывало сильный зуд. Она просто мучилась. И после того, как я закончил проповедь, я подошел к ней и коснулся ее, внешней стороны лица. И тотчас, бум, это исчезло. Она сказала, «Что? Вы исцелили меня!» Я сказал, «Нет, мэм, это не я исцелил, это Иисус». Она сказала, «Нет, не Иисус, это вы исцелили меня!» Видите? Я тот единственный, кого она могла видеть. Но Он в вас! Как только вы родились выше, Он приходит. Он больше не пребывает в ковчеге завета. Он больше не пребывает в палатке. Он больше не пребывает за завесой. Он теперь в вас. Ваше тело стало храмом Святого Духа. Теперь будьте моими свидетелями. Покажите им, что я не мертвый. Я такой же живой, каким я был и две тысячи лет назад. И что я делал тогда, я делаю и прямо сейчас. Возлагайте руки на больных во имя мое, и они исцелятся. Вам не нужно быть слишком озабоченным тем, сколько вам лет. Я слишком стар, чтобы делать это. Иисус не стал старше, чем Он был ранее. Он просто нуждается в ваших руках, и чтобы вы закрыли ваш рот. Единственное, что вы должны говорить, это Его имя. Вы возлагаете руки на больных во имя Его, и вы говорите во имя Иисуса «Будь исцелен!» И пусть исцеление работает. Будьте моими свидетелями. вы приносите доказательства того, что Он жив. Я кое-что здесь записал, и я просто зачитаю это. Вы идете в любой народ, и вы стоите на платформе, и обращаетесь к верующим и другим религиям, и учите их, и проповедуете им, и говорите им, о том, что Иисус сделал до того, как они убили Его, или Он умер. И когда это произойдет, скажите им, что Он жив сегодня, потому что так говорит Библия. И если Он жив сегодня, Он сделает все то, что Он делал до того, как они повесили Его на кресте. Молитесь. и затем пусть чудеса происходят. Скажите теперь, это тот Иисус, Который жив, и Он тот же вчера, сегодня, и вовеки. И книга говорит, что если мы примем Его как нашего Господа и Спасителя, мы будем спасены. Я просто говорю, мы как-то забываем о чудесах, потому что если Он тот же, тогда Он Бог, совершающий чудеса. Я смотрю снова в Библию, бытие, Бог сказал Аврааму, «Я дам тебе ребенка». Ему было сто лет, его жене девяносто, и у них никогда не было детей. Но что случилось? Произошло чудо. Сара забеременела. Затем это продолжалось, и я увидел в Писании в исходе, где Моисей простер свой жезл на воды Красного моря, и они раступились. И если идти дальше, я увидел в числах главе 21, когда их кусали змеи, и Он сказал, «Когда посмотрите на этот шест, и Моисей водрузил медного змея на него, вы будете исцелены». Идем дальше. И я увидел в книге Иисуса Навина, Он сказал, «Если вы будете обходить это место семь дней, и Иисус сделал это, и воскликнул, и стены пали до основания». Дальше, в книге Судей, я увидел там Гедеона, который отобрал 32 тысячи, но Бог сказал, «Ты выбрал слишком много для Меня». И так Он избрал только 300 человек. И я уверен, Гедеон в своем разуме в удивлении думал о том, как это произойдет. Не ваша проблема знать, как это произойдет. Не сомневайтесь, просто позвольте Богу делать то, что Он собирается делать. Но теперь перейдем к книге Исфирь. Я увидел, что Исфирь была призвана на то особое время. Она вошла к царю, когда она не была звана туда. Никто не входил туда без разрешения, потому что войти туда значило лишиться головы. Но Исфирь поднялась в помазании Бога. Продолжайте. Я увидел встретить в книге царств, женщину, у которой остался только один прием пищи. Она должна была поесть, поесть сама и накормить своего ребенка. И следующее, что я узнаю, Божий человек сказал, «Накорми Меня этой едой». Она накормила его этим. И когда она накормила его, пища начала умножаться. Она ела целый год. Я увидел 4-й царств в главе 4-й. Я увидел женщину. Ее дети должны были быть отданы в рабство. Но здесь приходит Божий человек. Она возопилась к нему и сказала, «Подожди минутку. Мой муж служил Господу». Он сказал, «Что я могу сделать для тебя?» Он сказал, «Иди домой». Он спросил, «Что у тебя есть?» Она сказала, «Я продала телевизор». «Я уже все продала, но у меня осталось немного масла». Он сказал, «Это все, что тебе нужно. И это просто немного масла». Я говорю вам, святые, это масло представляет помазание Бога. Все, в чем вы нуждаетесь, это немного масла. Что я увидел? Что я увидел? Если вы наполнены Божьим Словом, то только Слово выходит из вас. Если лишь Слово исходит, то тогда только то, что Бог говорит, исходит. Святые, это книга чудес. Некоторые старались вернуть с Бога обратно в ковчег, но позвольте сказать вам, Он в вас и во мне, чтобы пойти к людям. Время мира узнать, что Иисус Христос Господь. Хвала Господу. Это время даяния. Это время сеяния семени в служении. И что мы делаем? У нас есть партнеры, и те, кто верят в то, что мы делаем, действительно сеют семя веры. И мы, конечно, берем это и используем на разные нужды. Не только на расширение вещания, но меняя жизни людей. Вот ради чего все это. Иисус сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. Я напомню историю в третьей книге Царств, главе семнадцатой, где Божий пророк был на служении Богу. И Бог сказал ему идти к той вдове в Сарепту. Я приказал ей позаботиться о тебе. И он пришел туда и сделал это. Он повиновался Богу. Итак, Бог послал этого Божьего человека. Он послал его к той вдове. Возможно, это была одна из беднейших женщин в том районе. Он не отправил его к какому-то богатому миллионеру. Он отправил к женщине, у которой остался лишь один прием пищи. Но что у нее было, это вера. И это было необходимо, чтобы поддержать не только ее, но и его. Итак, она накормила его своей последней едой, и таким образом она посеяла семя. И пища начала умножаться. И она, и он ели целый год от одной порции еды. Я просто говорю, может, у вас есть недостаток в вашей жизни? Ну вот, Божий человек. И я говорю, если вы посеяли семя, если вы делаете это для этого служения, Бог видит это. Не обманывайтесь, Бог, поругаем не бывает. Ибо что человек посеет, то он и пожнет. Итак, время для вас выйти из того финансового рабства, из вашей тесноты, от тех огромных счетов, которые у вас. Я сделал то же. И многие учили меня, я делал то же. Вы можете сеять и выйти из вашего финансового недостатка. Это Божий путь совершать дела в Царстве. Итак, я прошу вас, если вы верите в то, что мы делаем, и Бог говорит вам, может быть, стать нашим партнером, или быть даятелем на один месяц, и поддержать это служение, может быть, это одноразовое даяние. Но чтобы это ни было, я прошу вас послушаться Бога и просто повиноваться Ему. Гарантированно, вы будете благословлены. Хорошо, если ваше семя готово, позвольте мне помолиться прямо сейчас. Отец, я прихожу к тебе во имя Иисуса. Я молюсь за всех, кто слушает, и ты говоришь в их сердце. Отец, дай им направление в том, что давать и как сеять. И, Отец, я молю тебя, чтобы ты воздал им в умножении, чтобы всякая нужда была удовлетворена. Я молю тебя во имя Иисуса. Амин. Хорошо, я хочу так поблагодарить вас, что вы верите нам и помогаете нам народам всей земли. Гарантировано, что вы будете благословлены не только на земле, но ваша награда будет также и на небесах. Мы любим вас, Билл Уинстон говорит. Продолжайте ходить верой.